Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, с вами я, Роман Дусенко и программа «Бизнес-завтрак» на Радио Медиаметрикс. Я так готовился к этому вступлению, что видите, немного хрип и сразу сбился голос. Но, как я написал вчера в своем посте в Facebook, у меня сегодня не просто очаровательные, очень профессиональные, замечательные гости. Я не буду долго подводить к тому, почему мы здесь сегодня, но скажу следующее. Эта компания и этот кейс о вовлеченности персонала заняла лидирующее место на конкурсе Customer Forum, который не на международном конкурсе, международный конференц, который проводил Светлана Жилина. Огромное спасибо и привет, мы тебе передаем свет. Благодаря тебе мы сегодня в нашей студии. Итак, я хочу представить своих сегодня замечательных, прекрасных гостей из компании Schneider Electric. Мне, кстати, предупредили, что так правильно сказать. Наталья Дьянова, вице-президент по удовлетворенности клиентов и качеству. Виктория Маклакова, директор по удовлетворенности клиентов и качеству. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, Роман. Ну, как вам здесь у нас на радио? Нам здесь очень уютно. И тепло. И тепло, да. Тут очень много всякого света, поэтому тепло. Как вы думаете, почему всё-таки мне захотелось вас пригласить на нашу передачу? Ведь программа связана напрямую с менеджментом. Сервис – это отдалённые, лишь важные черты. Вот какие у вас идеи для разогрева, так сказать? Ну, я думаю, что клиентский опыт, а мы пришли к вам с конференции, с международного конкурса Customer Experience Awards, клиентский опыт является драйвером и стратегическим пунктным направлением любой компании. Нет, больше и не меньше. Да, смотрите. Я предлагаю как. У нас отличный был разговор в кафе перед тем, как мы были живые. Бумажки, которые ты положила себе на стол, ты опускаешься на них глаза и пытаешься найти какую-то там, увидишь, отбегаем в сторону, чтобы ничего тебя не отвлекало, потому что то, как ты говоришь, то, как ты рассказываешь, вдохновлённо о своей работе, это классно. Как вы попали в Schneider Electric? Schneider Electric. Да, сколько лет вы там уходитесь? Я в Schneider Electric с 15-го года, меня пригласила Наталья. Три года, да? Четвёртый пошёл. Четвёртый пошёл. А ты, Наташа? Ну, я в Schneider Electric уже с 1997-го года. 21 год. Да. Это жизнь. Это целая жизнь, на самом деле, и мне до сих пор не скучно, и до сих пор очень нравится. Слушай, ты знаешь, я когда, ну, я являюсь карьерным коучем для руководителей, и вот одно из моих самых любимых упражнений – это линия жизни. Я говорю, давайте так вот нарисуем снизу временную линию, сверху уровень удовлетворённости вашей жизнью. И вот у тебя будет одна сплошная линия – Schneider Electric. А, видимо, там семья, дети, да, и переходы. Да, на самом деле всё это успешно добавляет, дополняет друг друга. И мне нравится вот этот баланс, и нравится вот этот вот синтез и работы, развитие в работе и развитие в личной жизни. Так что это такой единый сплав. Бросив взгляд назад, 20 лет назад, я недавно, кстати, читал для другой более, тоже очень глобальной компании, для её дилеров, которые начали бизнес этой компании в России 20 лет назад. Я взял такую ретроспективу, что произошло, что изменилось за 20 лет. Ну, кардинальные сдвиги зашли. То есть, вообще, страна поменялась, мир поменялся. Вот твоя трансформация, Вика, я знаю, что ты тоже здесь, я вот сейчас прямо тебя не забыл. Твоя трансформация вот того профессионала, который ты сейчас есть, вице-президента компании, это какой уровень от SEO российского из зоны СНГ? Ну, скажем, наверное, моя трансформация началась от специалиста, от самого, скажем, такого, как мы говорим, винтика, но от этого мы не говорим, что этот винтик не нужен. От важного винтика компании, когда сотрудник ещё не понимает стратегических направлений, не понимает задач, не понимает, как компания идёт. А сколько лет уже была Шнейдер здесь в России, когда ты присоединилась? К этому времени, наверное, я могу ошибиться, но года три. Ну, то есть, самое-самое начало. Это было буквально российское представительство международной компании. Собственно, компания принесла на рынок новые какие-то практики и стала устанавливать на рынке долгосрочную стратегию. Компании больше 100 лет, да, то есть она из 19 века. И ценности, и культура её, она очень серьёзная и очень богатая. Как происходило внедрение? Ведь ты была тем рядовым человеком, на которого, собственно говоря, эти ценности, стратегии, миссии, взгляды свалились. Как ты приняла в себя, и вот сейчас, было ли тебе трудно тогда в самом начале? И кому труднее, тем, кто сейчас приходит, или вот тогда тем, кто начинал это? Мне кажется, что трудно всегда тем, на кого приходятся перемены. Почему? Потому что с этими переменами приходится как-то справляться, их принимать. В чём уникальность Schneider Electric вообще, вот если посмотреть на историческую перспективу, то, что Schneider очень много компаний приобретает. То есть мы прирастаем приобретениями, помимо того, что мы развиваем собственную компетенцию. Это как раз связано с кейсом твоего ухода, да? Абсолютно верно, действительно, потому что я, с одной стороны, ушла из Schneider после где-то трёх лет работы и перешла в компанию APC, American Power Conversion, производителя системы бесперебойного питания. И где-то через 7 или 8 лет APC был куплен Schneider Electric. То есть я вернулась обратно, да, и получилось так, что суммарно, в общем-то, я в одной компании с разных сторон наблюдаю вот эти вот все наши трансформации. И вызов для всех сотрудников, если мы говорим про ценности, про культуру, именно в том, как правильно увязать ценности разных вот этих компонентов, кусочков пазла воедино и создать некое единое лицо, единый такой механизм, единый организм для клиентов, для рынка и выступать согласованно. В этом ключевая, пожалуй, ключевой вызов для нас. Ну и это, на самом деле, заряжает. Знаешь, я вам уже сказал, что я имею со Schneider уже кое-какую историю, выступал перед вашими топ-менеджерами в Самаре, и мне удалось познакомиться, я просил, чтобы мне с главного офиса прислали, я, кстати, ввел переговоры с вашим чар-директором тогда, не помню, там, молодой человек был, я не знаю, сейчас по-прежнему тот или какой-то другой, получил ваши глобальные ценности. Такой был слайд, которые транслировались для топ-менеджмента производства. Пересмотрел много-много разной рекламы, прекрасная, креативная, отличная реклама, и у меня сложилось впечатление, знаете, такого вот, почему-то у меня Schneider ассоциируется с таким неким зеленым, таким вот, таким вот всехватывающим, таким необычным существом, которое проникает и решает твои любые проблемы, связанные с тем, что происходит. Ну, это моя фантазия, как было. Вот, было очень интересно. Скажи, пожалуйста, из глобальных ценностей, Вика, может быть, даже задаем тебе вопрос, глобальные ценности Schneider, которые работают, там, на уровне мира, насколько они приживаются, насколько вот ты тоже их чувствуешь, как специалист компании? Ну, ценности, они присутствуют в жизни любого сотрудника, желает он этого или нет, потому что ежегодно компания оценивает каждого сотрудника на соответствие этим ценностям. Сколько сейчас глобальных ценностей в Schneider? А, их пять. Пять, можете назвать? Да. На вскидку. Ну, это открытость, открытость к новому, к изменениям, то есть, компания против закостенелого подхода, это прямота, откровенность, то есть, открытость в плане мнения, идей. Третье. Это страсть к работе, к тому, что ты делаешь. Пэшн, это важно. Да. Это обязательно эффективность. Угу. И финальное? Готовность к вызовам. О! Челлендж, да. Челлендж, да? Да. Какие слова красивые. Вот в английском, я вообще очень люблю английский язык. Готовность к вызовам. Мы стараемся переводить и действительно доносить до сердец наших сотрудников, так, чтобы это было понятно на каждом уровне. Не только на, скажем, уровне высшего менеджмента, кто создал стратегию и вот эти ценности и владеет, скажем, и английским тоже. Но для нас важно, чтобы каждый сотрудник там в центре поддержки клиентов, в сервисном подразделении, на любом абсолютно месте понимал, а что для меня вот эти вот все… Мы сейчас подойдем к этому вплотную, но так как ты уже 21, ты мастодонт, слышишь? Когда ты пришла в компанию три года назад, вот эти ценности, что делали с тобой, каким образом тебя влюбляли в эти ценности компании? Ну, мне кажется, я пришла с такой, с основной моей ценностью, которая вот во мне есть, да, это страсть к моему делу и к тому, что я делаю. И это совпало с интересами компании, поэтому мне в этом плане было очень комфортно, так как у меня руководитель, который заряжает идеями, задачами, челленджами, да, то есть вот… Инспирейшн. Инспирейшн и там задачами по эффективности, то есть в принципе, ну, настолько все как-то натурально, да, и гармонично, то есть все там от постановки целей до твоего поведения, но как-то сложно найти противоречия, поэтому мне было комфортно. Представим, что я новый сотрудник, который будет потом слышать клиентов, должен слышать клиентов, или должен, или хочет, или может. Ну, выбора не будет. Но желательно, чтобы он хотел, да? Конечно. Из чего начинается программа адаптации к ценностям и вот к этому главному вызову, о котором, собственно, теме нашей программы сегодня? Как эффективно управлять людьми через умение и желание, там, не знаю, должности слышать клиентов? Соло. Конечно же, в первую очередь мы знакомим сотрудников с нашими ценностями, но и ценность отражает поведенческие мотивы, но в то же время, как глобальная компания и на глобальном уровне, и в стране, мы руководствуемся нашими рельсами, мы так это называем, это наши политики и стратегии. В первую очередь, и это не пустые слова, мы ставим клиента в центр всех наших действий, всех наших операций, то есть даже обсуждений. Для примера, то есть то, что можно реализовать и можно взять на вооружение, мы создали внутри всей, для всей компании, такую программу персоны. Когда мы визуализируем всех наших клиентов, разные каналы продаж, разные типы клиентов, и мы описываем их потребности, мы описываем их поведение, и что необходимо, что требуется, в чём именно. Это очень напоминает, так как я часто веду стратегические сессии, сценарное планирование возможных потенциальных моделей поведения клиента. Об этом идёт речь? Ну, мы говорим о том, что важно в разных точках контакта данному персонажу, образному, скажем, данному образу, мы говорим о том, что в чём заключаются ежедневные потребности, в чём стратегическая какая-то ценность, которую данный образ несёт на рынок. Возьмём дизайнеров интерьеров, например, то есть с какой миссией они выходят на рынок, мы пытаемся их понять. А вы приглашаете их к себе, чтобы они вам рассказали? Да, мы устраиваем, проводим различные встречи, встречи с различными каналами и с разной аудиторией. Это такие открытые линии, открытые линии как по удалённому, скажем так, по веб-боксу, по видео открытые линии, так и личные встречи на круглых столах, когда мы встречаемся с клиентами, открыто обсуждаем, что они хотят получить у нас как от поставщиков. Вице-президент компании. Это какой уровень менеджмента? Примерно сколько до главного, до CEO? Ну, это высшее руководство внутри страны, и надо мной стоит уже наш президент компании. Ваш президент по России. Скажи, пожалуйста, ты сама была в последний раз, когда у клиента? Да. Ну, расскажи-ка, очень интересно, когда вице-президенты ходят в гости к клиентам. Ну, буквально, вот как раз до моего отпуска мы ездили вместе с командой. Это важно, с командой, когда я говорю, потому что эта команда не моя, не моих подчинённых. Это кросс-функциональная команда. Из различных подразделений, из логистики, скажем, со склада, с центра поддержки клиентов. Когда мы ездим к разным типам клиентов, мы ездили в Воронеж и встречались с партнёрами разного типа. С тем, чтобы понять их специфику и послушать их чаяния и потребности. И они были открыты, разговаривали, рассказывали? Конечно. Эмоции? Конечно, с эмоциями это открытый разговор. Мы говорим о том, что мы открытая компания, мы действительно слушаем, мы не замалчиваем вот эту обратную связь. По результатам мы составляем, ну, это называется протокол, но на самом деле это некий перечень тех вопросов, которые были подняты. И мы делимся со всеми заинтересованными подразделениями вот этими вопросами с тем, чтобы они уже брали это в проработку. И вот именно исходя из вот этой обратной связи, то есть мы вовлекаем сотрудников из всех подразделений, если они так или иначе каким-то образом, их деятельность трансформируется, выливается на клиентов, мы их привлекаем к встречам с клиентами, и чтобы они могли услышать эту обратную связь. Такой эффект мистера-шоппера, но изнутри компании, то есть это не какой-то аутсорсинговый, да, аутсорсинговая услуга, а это вот внутри, там, middle management выходит в поле, в гембу, да, так и говорят. Я добавлю буквально, так как я часто выступаю, ну, вот нужны кейсы для рассказов, да, и ты рассказываешь о вовлеченности, и все, ну, нас учили в бизнес-школах, да, западные кейсы, там, еще что-то. И я так рад, что вот каждая программа, которая дает мне возможность услышать, например, здесь в прошлом, пару лет назад была HR-директор компании Dixie, Виктория Петрова, и она рассказала, раз в квартал генеральный директор и весь все высшее руководство разлетаются по всей стране, одевают эти майки и работают в магазинах Dixie. То есть они прямо вот, вот директор стоит за кассой, ну, не знаю, дадут ему возможность там продавать чеки, то есть чувствует с самого начала, вот это чувство клиента, вот прям ближайшие точки контакта, мне кажется, это важнейшая вещь. Вообще, кстати, у меня как-то в гостях был Боб Дорф, это извеченший человек, который там пишет книги для стартапа в Америке, номер один там в Силиконе долине, он сказал, поднимайте свою задницу, выходите на улицу и спрашивайте клиента то, что нужно. Сколько человек в России? Порядка 12 тысяч сотрудников. Как ей этой армии донести эти идеи? Ну как, использовать многоуровневую коммуникацию. Давайте, может быть, о кейсе, да? Вот тот кейс, который победил на нашем Казмур-форуме. Кто расскажет более подробно? Ну, я могу. Давай начнем, застрелишь. Ну, многоуровневая коммуникация, она, наверное, ну, вообще, с чего начинался кейс, что, в принципе, уровень удовлетворенности клиентов было на уровне целей, ну, определенных менеджеров. Но цель целью – это цифра. Мы говорим об НПСе, да? То есть уровень удовлетворенности. Да, НПС. И стояла задача действительно реанимировать именно улучшение и запустить драйвер внутри компании, чтобы эти изменения были быстрее, веселее, приятнее, чтобы каждый… По всей компании, глобально, то есть по всем 12 тысячам человек? Да. С чего все началось? Что было первым шагом? То есть вот вы собрались маленькой кучкой, да, и что-то придумали? Ну, на самом деле, для такой огромной компании невозможна трансформация без лидерского решения. Поэтому мы создали комитет, совет директоров по клиентскому опыту. Прям внутри компании? Отдельно действующие органы независимые, просто функциональные, да? Да, более того, мы… А СЕО вошел туда? Естественно. Класс. То есть все выше руководства полностью, не то чтобы поддерживает, то есть они лидируют всю эту историю. И каждый квартал у нас есть регулярные встречи на тему того, как мы продвинулись, каких результатов мы достигли, что говорят клиенты, и главное, как нам приоритизировать наши дальнейшие действия. Наташа, так как я тебе говорил, что наша программа, она смотрит по всей стране, да, и людям хочется услышать, а как это сделать, можно я буду немного остановить и упрощать? И так возникла потребность. Какие сигналы говорили о том, что это нужно делать? То есть когда человеку в своей компании понимает, что надо все, заниматься клиентским сервисом? Да, очень здорово. На самом деле здесь ключевой момент, я хочу дать совет для компаний, которые начинают измерять уровень удовлетворенности клиентов. Не смотрите только на цифры. Цифры – это как когда вы едете на машине и смотрите на ваше табло, на панель, так сказать, скорость, расход топлива и еще. Не надо смотреть, смотрите вперед туда, куда вы хотите увидеть. Увидеть, да, поверхность дороги, там, не знаю, может быть, даже вокруг, что вы проезжаете, может быть, вы хотите заехать в кафе или в этот город, в который вы проезжаете. Здесь важный момент, надо чувствовать, надо встречаться, то есть мы поняли, что те цифры, которые мы получаем, и та обратная связь, она недостаточно для того, чтобы развернуть полномасштабные действительно качественные действия. Поэтому мы помимо непосредственно оценки стали устраивать именно встречи непосредственные с клиентами и стали развивать вот эту историю встречи с разными сотрудниками разных, которые занимаются разными функциями внутри партнеров. То есть 360 градусов, смотрим на 360 градусов. Да, оцениваем клиентский опыт. Вот этот осмотр привел к чему, что вот вы на уровне высшего менеджмента начали между собой обсуждаться, что что-то надо менять, да? Мы увидели гораздо более широкую картину, более полную. Мы смогли увидеть глубину проблем, то есть глубина проблем не видится часто и чисто НПС. То есть она показывает триггеры, но нужно всегда углубляться. Кто стал лидером этой программы? Ты? Я. Окей, тебе SEO говорит, слушай, ну да, чувствую, что что-то не так. Что ты предлагаешь? Ну, мы стали слушать клиентов. Это первое. То есть это встреча, нужно было снять, понять, где мы находимся. Это называется S-IS, то есть вот надо понять. Сколько времени заняло вот это состояние S-IS? Я бы сказала, что где-то через полгода таких активных встреч мы поняли глубину и масштаб потребностей разных каналов. Окей, следующая встреча, ты приходишь к SEO и говоришь, вот. Он говорит, что дальше? Дальше здесь мы возвращаемся. У нас не SEO принимает решение. У нас есть специальный орган, как раз вот совет директоров по клиентскому опыту. Он уже был создан к тому времени? К тому времени он был создан. Это тоже было в рамках твоей идеи? Да, да. А как ты выбирала людей туда? Ну, это наше высшее руководство. То есть совет директоров… Туда мы привлекаем лидеров каналов, ну, собственно, руководителей каналов, которые разрабатывают… Ну, тоже позже стало, да? Да. Я бы, может быть, добавила вот с точки зрения лидерства, руководства, что компания сложна не только тем, что там 12 тысяч человек, но и тем, что очень широкая продуктовая линейка слишком разная, да, от розеток до трансформаторов и там контроллеры-частотники. Поэтому компания разделена по бизнесу, и каждый бизнес – это… Лидер бизнеса есть. Лидер бизнеса, они тоже вошли. Они вице-президенты, у них своя продуктовая корзина и свои клиенты. Ты помнишь первую встречу вашу? Да. Что было на ней? Это было где-то порядка четырех лет назад, и довольно на тот момент встреча была довольно сухая. Почему? Потому что у нас были только цифры и совсем немножечко аналитики. Мы представили. Да, мы перенеслись сейчас сюда. В чем кардинальная разница между последней встречей и самой первой встречей? Раньше, на первой встрече, мне приходилось обучать наших коллег, рассказывать, доносить эту идею клиентского опыта, образовывать их. А сейчас коллеги сами лидируют эту тему, они понимают, что она им нужна, они понимают, где место клиентского опыта в их стратегии, в их стратегии успеха. И они уже требуют. То есть, появился у нас запрос внутри компании, внутри бизнеса, внутри руководства. Четыре года. Вот если упрощенно, упрощенно, упрощенно подняться на самый высокий уровень, любая сложная программа, можно в пяти, семи, десяти шагах рассказать. Можешь дать вот эти несколько? Я понимаю, что вы в пути, то есть, еще цель далека. Но все же, какие были основные этапы пройдены сейчас уже? Ну, первый момент и ключевой, я думаю, что это будет полезно и для наших слушателей, это сегментировать клиентов, понять, кто наш клиент. И клиентов может быть много. Это первый момент. Второй момент, мы договорились о политиках. Мы ввели, для нас это действуют политики в области качества, у нас также есть политика в области процессов. Зачем это нужно? Любая компания, она управляется процессами. И когда компания вырастает, немножечко больше, там, скажем, за 50, может быть, человек, становится сложно увязать эти процессы еще и между функциями. Поэтому мы внедрили политику управления процессами и улучшения процессов. Можно мы уточнем? То есть, параллельно вот этой глобальной идее сервиса шла идея постоянной оптимизации и улучшения бизнес-процессов вне зависимости от всего. И она давала свои плоды как просто и с точки зрения эффективности, и сразу давала, смазывала эту дорогу по этим рельсам сервисной идеей. Абсолютно верно. А кто был лидером вот этой программы процессной? Она сама поселилась в ней? Я бы сказала, что лидером является Виктория, вот этой вот именно всей истории улучшения процессов. И нам удалось много чего достичь здесь, мы можем поделиться опытом. Вик, дай миссию от этого процесса, вот как тебе кажется? Ну, процессы, особенно в больших компаниях, иногда кажутся сотрудникам на местах, что все вот так и было, и всю жизнь. Я перекладывал бумажки, как их будут перекладывать. Да, почему это происходит непонятно. То есть, в какой-то момент теряется осознанность и причина следствия. В тот момент мы стали фокусировать, что процессы, они не ради процессов, да, а ради клиентов. И как раз вот улучшение процессов, первый триггер был, это вот клиентский опыт. Клиентоцентристское такое, да, пересмотр всех проектов. В принципе, вот в какой-то момент там президент компании на этом митинге, директоров, встрече директоров сказал, что я хочу от вице-президентов бизнесов, да, вот с таким же азартом слышать не только рассказ про баланс прибыли и убытки, но также и про клиентский опыт, чтобы это было прям стори-тейлинг, и чтобы это было не от отдела качества, а именно вот словами лидеров и словами бизнеса. Сейчас это происходит? Сейчас это происходит, и у нас, в принципе, на каждом, ну, ежемесячно есть оперативная встреча каждого бизнеса со всеми представителями процессов, и голос клиента, соответственно, там обязательно занимает лидирующую позицию. И все функции, которые рассказывают, что происходит в этом бизнесе, да, приносят свои показатели, они вот исходят из клиентского опыта. Отлично, класс. Сейчас, первое… Мы сегментировали клиентов. Да, сегментировали. Второе, договорились о политиках клиентов. Договорились о политиках, это как бы рельсы, фактически. Третье. Дальше, когда мы сегментировали, нам нужно понять, что у каждого сегмента разные потребности, это разные профили, и нужно это принять, и дальше посмотреть, а насколько мы внутри готовы быть адаптивными, готовы подстроиться под разный тип клиентов. Можем ли мы пойти на какие-то там, скажем, проектную логистику, или у нас там все процедуры, ну, очень важно их там соблюдать единообразно. То есть, вот договориться об этих вещах. И дальше мы начинаем с вами историю под названием Customer Journey, то есть, ну, фактически изучение опыта клиентов. Customer Service от Customer Journey, ну, то есть, клиентский сервис от клиентского путешествия или там пути клиента. Ну, это разные вещи, скажем так. Да, да, вот ведь сначала же был Customer Service, а теперь, значит, Customer Journey – это более высокого порядка уже понимания ценностей, да? Ну, Customer Journey Service – это, скажем, весь процесс обслуживания клиентов. Он может быть единообразным для всех клиентов, а можно, а Customer Journey – это мы берем с вами конкретные, ну, скажем, не знаю, банки, как сегмент, и мы смотрим, что важно именно для банков в работе с нами. Где тот триггер, который наиболее, ну, который, скажем так, позволяет вам принимать решения о том поставщике, с кем вы работаете, и что для вас именно важно. Ну, для примера, да, там, для банков необходима круглосуточная поддержка и работоспособность тех систем, IT-систем. Очень важно. Именно поэтому там для банков важен какой-то сервисный контракт. И именно только для банков нужно предоставить вот это предложение. Если его не будет, вот этого сервисного контракта, то смысл вообще никакого нет работать, скажем, с нами. А для других организаций, может быть, это не настолько критично. Вот мы о чем говорим. Customer Journey, то есть здесь мы раскладываем взаимодействие клиента по точкам контакта, по узелкам взаимодействия с нами. Сюда мы начинаем рассматривать каждого клиента не просто как уже образ, а мы говорим, что внутри каждого клиента есть логист, есть бухгалтер, есть разные роли, которые вот в определенной точке контакта взаимодействуют с нами. Если, например, компания большая, которая, ну, большая не в плане численности, а в плане процессов, потому что мы предоставляем end-to-end сервис. То есть мы, это означает, это такой, ну, новый термин, но он очень хорошо отражает. End-to-end. От начала и до конца. Мы начинаем с разработки продуктов, с разработки решения, мы дальше производим на собственных фабриках, транспортируем, доставляем это, храним и предоставляем на рынок. Но после этого, кроме доставки, мы также еще и оказываем постпродажные услуги. То есть это вот полный цикл, наверное, скажем так, компания полного цикла с начала и до конца. Поэтому здесь вот важно, что с нами клиенты контактируют в абсолютно разных точках контакта. И вот из сегментации как раз выходит вот эта история, что разный тип клиента имеет свои разные потребности в разных точках контакта. Точки контакта – это как раз про Customer Journey. Приземлю немного вот эту серьезную твою выступление. Однажды я разговаривал с IT-компанией, в которой работают люди, ну, поколение Y. Ну, это мы сейчас говорим о том, что молодежь очень пришла. И это был город Смоленск, там другие были тоже компании. Они тоже, все IT-компании, они примерно одного, то есть бухгалтера в одной компании, примерно такого же, как бухгалтера в другой компании. И вот они говорят, чтобы оказать тоже клиентский сервис, они взяли и написали на счете фактуры или на акте. Ну, я не знаю, там смайлик. Я очень хочу домой, верни меня, пожалуйста, обратно, быстрее. То есть, казалось бы, смешная вещь, да? А вот это как раз то, о чем ты говоришь. Как насколько тому бухгалтеру, сидящему в моей бухгалтере, там, с моим бухгалтером удобно работать. Вот такие мелочи, наверное, то есть, я правильно понимаю? То есть, говорить о том, что это и логистика, и бухгалтера. Это значит опускаться до уровня потребностей бухгалтера, клиента, делать ему такой сервис, который он говорит, да я со Шнейдером только буду работать, мне все остальные, я мучаюсь. А тут, нет, так это об этом? Абсолютно верно. Вот, Роман, да, ты прямо уловила мысль именно так, поэтому мы именно с бухгалтерами обсуждаем тему электронного документа оборота. Мы спрашиваем, насколько им удобно данный там сервис удобен. То есть, вот именно опускаемся до, не знаю, вопросов упаковки и обсуждаем, насколько вот эта упаковка и доставка этой упаковки удобна, или там, например, касается расписания поставки для клиентов. То есть, идет речь о, казалось бы, таких маленьких шажках, но, как мы знаем, маленькие шаги формируют дальше большое дело. Большого пути. Да, большой путь, и вот это как раз вот про кастомер Джонни. Но здесь важный момент, наверное, не распылиться, и для этого нам вот как раз именно это наш орган, такой совет директоров к клиентскому опыту помогает держать фокус. И с его помощью это будет, ну, как некий шаг следующий, мы включили клиентский опыт и успех по клиентскому опыту в нашу стратегию. То есть, это не просто разговор, и это на уровне компании наш, скажем так, помощник для роста продаж, для успеха. Круто. На уровне надстройки, на уровне менеджмента мне все понятно, то есть, прозрачно, идеально, все красиво. Сопротивления были? Конечно. Как преодолевали? Какие первые были? Да нам это не надо, что-нибудь так все продается. Абсолютно верно. Ну, это в любой компании. Скорее даже не такие, а скорее сопротивление, почему я, да? То есть, ну, у нас 12 тысяч, идите, найдите ответственного. То есть, реально был такой челлендж найти, ну, хорошо, мы получили обратную связь, а с кем ее обсудить? И это было не сразу очевидно, на самом деле, и одна из первых задач была в том числе найти ответственных, найти вовлеченных вот этих passion, неравнодушных. Вика, для меня прямо сейчас, Наташа, буквально одну секунду, чтобы ты добавить хочешь к ней? Я запомню свою мысль, добавляй, а потом я. Ты подняла очень важную тему. Сегодня в тренде, и я об этом всегда говорю с компаниями, которые я прихожу на консалтинг, найти хайпо, высокопотенциальных сотрудников. Вне зависимости от той позиции, которую он занимает, это человек, который вовлечен, человек, который хочет, человек, который знает. И делать ставку на них, как на ретрансляторов всей стратегии. Вам удалось найти таких людей? И как? Ну, я считаю, да, потому что, ну, вот как раз в каждом бизнесе, ну, мы начали изучать потребности, в том числе сотрудников. И начали им предлагать вот эту историю по изучению клиентского опыта, как помощь, как инструмент работы, ну, вот по достижению их показателей, да, по достижению, там, продаж, прибыли, привлечения новых клиентов и так далее. То есть мы не только настраиваемся на голос клиента, но также на голос наших сотрудников. Супер. Пожалуйста. Продолжая, наверное, разговор про сопротивление, приведу пример такой очень практический. Скажем, менеджер по продажам от своего клиента получает негативную обратную связь. И дальше мы просим его связаться уже с клиентом и выяснить, в чем дело, и как-то, в общем-то, предложить решение. Здесь классическое сопротивление может быть, а почему я, а что я могу сделать, это, там, логистика, это другие департаменты. Я на это не могу повлиять. Поэтому я даже звонить не буду, я не понимаю, в чем моя роль. Вот такое сопротивление. И мы вот с этим работаем тоже, потому что для нас важно, чтобы наделить наших менеджеров по продажам знания, куда они могут с этой болью прийти. То есть они действительно, может быть, они ручками не влезут туда и не починят, но, тем не менее, они могут выяснить нюансы данной задачки у клиента и прийти уже к определенному адвокату клиентов внутри каждой функции и принести эту боль и знать, что он может рассчитывать на помощь. Вот мы наладили эти мостики, мы стали налаживать мостики, потому что для нас важно, что любое сопротивление, оно не просто так. Люди действительно стараются выполнить свою работу максимально классно. Если у них есть сопротивление, они либо уже разочаровались в чем-то, они не видят поддержки. Поэтому нужно понять, как помочь и предложить вот эти вот мостики. И вот то, чем мы занимаемся, это мы фактически настраиваем коммуникацию, коллаборацию, налаживаем связи между отделами продаж, между разными подразделениями, чтобы люди не были брошены один на один на решение каких-то вопросов. И, естественно, чтобы в итоге клиенты получали уже решение их вопросов. Конечно, рассказать о таком глобальном проекте за те отведенные времена невозможно, я вам говорю, что время пролетит незаметно, осталось 10 минут. Но мне кажется, мы подошли к глобальному и, на мой взгляд, фундаментальному моменту в нашем диалоге о людях. Конкретно о том, как вот эти всю надстройку, мы вот этот шланг нашего сервиса опускаем и начинаем заливать этих людей. Как это происходило? Дайте вот пошаговую какую-то инструкцию для простых наших предпринимателей, которые, исходя из вашего прекрасного международного опыта, у них не у всех есть даже HR-директора в компании, но есть реальные собственники, директора, которые хотят что-то поменять в компании. Итак, как вот это все придуманное заземлить на человека? Ну, мы, например, как мы говорили, начиналось все, что у сотрудников были просто цели, и они чувствовали, что не могут на них повлиять, потому что удовлетворенность клиентов, это вообще обо всем, да, это KPI, и они не чувствовали, что они могут повлиять. И когда мы начали создавать команды, которые могут повлиять, они увидели эту возможность. А что это за команды? Разные, кросс-функциональные? Это кросс-функциональные, да, то есть, если раньше подразделения жили сами по себе, у каждого свой KPI, то мы как раз усилили историю кросс-функционального взаимодействия вокруг конкретной персоны, да, то есть, мы увидели, что… Вот давайте сейчас мы обсуждаем не среднюю температуру по больнице, а вот конкретный тип клиентов, за объем продаж которых вот ты лично отвечаешь, и ты сейчас, ну, лидируешь дискуссию, если тебе нужна помощь от логистики, вот тебе представитель логистики, если тебе нужна помощь от центра поддержки клиентов… Ну, я считаю, сработало, потому что мы дали уверенность и понимание, что есть возможность поменять, то есть, вот эта уже отговорка не работает, да, и тогда у нас уже понятные проекты по улучшениям, у нас есть лидеры внутри функций, которые берут эти проекты, которые предлагают проактивно, что они могут сделать, честно говорят, что они не могут сделать. И потом, когда мы уже на уровне этого менеджера, которые способны принимать решения и реально что-то менять, мы сначала их нашли, сформировали, объединили, а потом вышли с тем, что у нас получилось к каждому сотруднику. Мы открыли открытые линии ежемесячно, где мы рассказываем о возможностях клиентского опыта. То есть, перед нами фронт-офис, это сейлс-люди, кто продает, это агенты по поддержке клиентов, это сервисные инженеры, которые могут узнать, что в компании сейчас происходит, что да, компания знает о конкретных проблемах, которые они реально слышат в полях, и они слышат, что мы их знаем, что мы видим, какие из них приоритетны, и что мы не просто об этом знаем, а мы с этим работаем. То есть, мы предлагаем людям понять, что в компании сейчас делается вот это, мы ждем улучшений тогда-то, или вот улучшения случились, ура, несите это клиентам, что мы это изменили, починили, улучшили, предложили новый уровень сервисов. Спасибо, классно. Я бы добавила насчет масштабности, действительно, что можно еще сделать. В прошлом году мы запустили программу именно масштабную, которая называется Customer Club. Это программа, которая включает в себя абсолютно разные мероприятия, как раз направленные на сотрудников, чтобы вовлечь сотрудников в эту всю историю и понять, что такое клиент-ориентированность. С одной стороны, как такое некие ключевое событие этой программы, это было мероприятие, которое мы провели в октябре прошлого года для всех офисов всей нашей зоны. А как это, то есть онлайн? Одновременно, в живую, в живое мероприятие, и включение персонала здесь именно было такое. Мы выделили вот эти вот, нашли звездочек тех сотрудников в разных подразделениях, кто готовы были поддержать идею, которые готовы были выступить голосом своих клиентов прямо вот в каждом регионе. Директора всех региональных офисов поддержали, лидировали это мероприятие. В каждый офис были приглашены клиенты, которые рассказывали о своих потребностях. А сколько офисов всего по России? В 13 мы обвлекли офисы. Ну вот 13 офисов, но с другой стороны, эти офисы также на онлайн-линию подключали еще мелкие, скажем так, региональные офисы. Да, и здесь же мы сделали такое, как marketplace, как раз вот рассказали о том, какой профиль у каждого из клиентов, рассказали о чем, в чем потребность. Офисы даже внутри себя, они сказали, мы обменялись информацией, которую мы до этого не обменивались. То есть нам было интересно узнать про каналы, про потребности, про то, как вы с ними работаете. Но помимо этого, мы также создали правила клиент-ориентированности для всей нашей территории. По результатам этого мероприятия? Мы к нему создали. На самом деле, мы провели, где-то год назад мы начали к нему готовиться уже. Сколько там пунктов в этих правилах? Где-то, наверное, 13, может быть, 14. Самый там, может быть, важный или самый главный, 3, назови, пожалуйста. Я никогда, я не обещаю того, что я не могу выполнить. Что компания не может выполнить. Да, что компания не может выполнить. Я несу ответственность за то дело, которым я занимаюсь. Я не перекладываю на других решения, а довожу дело до конца. В то же время, здесь также есть у нас некоторые табу, без этого невозможно. То есть мы не нарушаем закон. Мы не нарушаем закон. То есть удовлетворенность клиентов хорошо? Мы не обвиняем коллег. Очень важный. То есть мы выступаем как единая команда. И одно из ценных направлений этих правил – это я понимаю клиента. То есть я должен, и я эксперт своего дела. Я понимаю, да. Важно понимать, что каждый клиент, он имеет потребности. И более того, мы как бы через эти правила доносим до сотрудников, что они могут предвосхитить потребности. Они могут в ходе своей работы задать наводящие вопросы, понять, заглянуть на шаг дальше и тем самым снять какие-то вопросы клиента. Что ждет Шнейдер Электрик в этом направлении в ближайшем будущем? Мы сейчас делаем такую интересную трансформацию в области процессов, улучшений процессов. То есть мы пошли немножко так более глубоко, но мы вводим понятие владельцев процессов с тем, чтобы это было у нас уже на уровне такой организационной структуры. Сделано, кто за что отвечает, чтобы вот эта ответственность и плечо командное, оно действительно было, действовало. Мы делаем Customer Journey, изучаем больше наших клиентов. Но и на самом деле на очень таких рельсах четких, что мы, у нас есть четкий план, что мы обещаем клиентам и что мы для них предоставляем. Digital Experience. И, да, Вика, спасибо за напоминание. Да, Наташа очень увлечена, но как-то… На самом деле мы работаем очень так интересно, интенсивно в области цифровых инструментов для клиентов. Это чат на веб-сайте и в наших онлайн-системах, это мобильное приложение для клиентов, это доступ ко всей информации, ко всей, какой только можно для партнеров и заказчиков. То есть, тем, чтобы можно было бы получить ответ на любой вопрос, не ожидая очереди, а действительно из первых рук она будет проверенная, но в то же время мгновенно, тогда, когда потребность не влекает. Я очень доволен нашим сегодняшним эфиром, но хочу подвести в оставшиеся полторы минуты данный мне маленький резюме нашего разговора для того, чтобы это превратить в некий практический инструмент. «Поправляйте меня сразу, добавляйте меня». Итак, для начала собственник компании или совет директоров компании должны понять, насколько они сегодня, действительно, насколько их сегодня клиенты удовлетворены. Для этого нужно не просто измерять, для этого нужно посмотреть 360 градусов. И слушать. Ушки, да, предложить. Собраться вместе и обсудить результаты. Для того, чтобы дальше что-то менять, нужно посмотреть о том, какие сегодня есть процессы. Надо выстроить, как ты говоришь, рельсы, по которым дальше пройдет этот клиентский сервис. А рельсы – это политики и это процедуры, которые помогают сегодня улучшать все процессы, в которые должен вовлечен каждый сотрудник. И каждый сотрудник может предложить любое предложение, если оно действительно стоящее, его нужно внедрить. И каналы коммуникации. И сделать все возможные каналы коммуникации. Дальше. Мы создаем следующее. Мы сгенерировали идеи, мы договорились о политиках, мы разделили всех клиентов. Не просто клиент, а прям посегментировали его и заглянули внутрь каждого клиента. А как с этой должностью, как здесь мы займем, как здесь, как транспорт, доставка, реклама, не знаю. И тогда вместе все это дает нам некое представление о том, что у нас есть. Мы позовем клиентов к себе и честно их спросим, действительно ли это нужно. После того, как мы это сделали на уровне надстройки, мы начинаем вовлекать в это людей. И говорим о том, что каждый человек, каждый менеджер по продажам может влиять на ситуацию. Он может менять свои ключевые показатели, если начнет привлекать и создавать эти кросс-функциональные команды, в которых взаимодействие между ними происходит. И все это дает нам возможность создавать уже на фундаменте вместе с клиентом, создать некие правила. Пусть они будут простые, пусть их будет 5-10, по которым точно знать, как нужно делать клиентский сервис. Абсолютно верно. И я бы еще добавила вишенку на тортике. Это признание. Признание сотрудников, которые показывают вот эту вот клиентоориентированность, которые несут в компанию клиентоориентированность, являются примерами. И для этого мы внедрили программу Customer Hero. У нас есть сертификат героев-клиентов для всех сотрудников, которым наши клиенты… Ценят они эти сертификаты, размещают над своим рабочим местом. Да, я видела даже в Инстаграме. Класс. Да, запостили сертификаты. Действительно, мы чувствуем, что коллегам нравится это признание. Для нас это важно, что это родлевая модель. Спасибо. Спасибо огромное, коллеги. И сегодня с нами была Наталья Деянова, вице-президент по удовлетворенности клиентов и качества, Виктория Маклакова, компании Schneider Electric. Огромное вам спасибо за то, что смотрели нашу программу. До встречи через неделю. Мы вновь поговорим об эффективности управления. С вами был Роман Дусенко на радио Медиаметрии с программой «Бизнес-завтрак». Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова